Когда 7 лет назад закон о такси только готовились принять, труженики руля и шашек восприняли новость в штыки. Законодатели хотели, чтобы перевозчики вышли из тени, прежде всего налоговой. Но так увлеклись, что желтый закон буквально произвел революцию в отрасли. Таксометры, единый цвет автомобилей, обязательные путевые листы у каждого таксиста. Разумеется, когда начали затягиваться гайки, сообщество сплотилось и вышло на улицы с шашками наголо. Большинство из таксистов либо не смогут работать легально, поскольку закон несет в себе ряд норм, просто не дающих некоторым категориям граждан это сделать. И они вынуждены будут либо уйти в тень, либо уходить и искать другую работу. Таксисты митинговали, организовывали забастовки и таки были услышаны тогдашними местными властями. Им удалось отвоевать хотя бы возможность не перекрашивать автомобили. Многим другим регионам повезло меньше. Сейчас очень многие регионы, которые вводили в свое время цветовые гаммы, они начинают отказываться от этого единого цвета. Не так давно отказались власти Ставропольского края, буквально на днях они приняли закон об отмене единого цвета, единоцветовой гаммы. Потому что это ограничивает и конкуренцию на самом деле, и никакой безопасности это не несет. Это только ведет к удорожанию процесса для водителей, на самом деле. Не для пассажиров, а именно для водителей. Чтобы как-то еще утихомирить бунтующих таксистов, тогда государство предложило им в придачу к танкеру дегтя ложку меда. Преимущество легализации. Главное из которых – правильные таксисты смогут двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта, на которые для других автомобилей въезд закрыт. Спустя годы белоснежного перед законом труда довольны ли таксисты? Такси стало, да, очень массовым, оно стало сверхдоступным. То есть сейчас идет конкуренция именно общественного транспорта и легкового такси. Как бы это ни парадоксально прозвучало бы несколько лет назад, да. То есть сейчас очень многие пассажиры выбирают именно такси за счет низкой цены конкурентоспособной. Но это, к сожалению, практически не означает качество услуг, это не означает безопасность услуг, поскольку водитель вынужден работать за рулем машины все больше и больше. То есть понятно, что ни к чему хорошему это не приводит, когда люди перерабатывают работу по 10, 12, 14 часов. Это просто опасно. Безопаснее перевозки не стали, да и комфортнее тоже. И даже обещанные перевозчикам печенюшки в Иванове не всегда работают. Да, по выделенной полосе для общественного транспорта таксистам двигаться можно, но только там, где есть соответствующий знак – полоса для общественного транспорта. Но можно на них перевозчиков и не пускать. Вот, например, одна из крупнейших Ивановских улиц – Лежневская. Выделенка на ней обозначена кирпичом. То есть маршрутному транспорту можно, остальному нет. Получается, отсекает знак исключительно таксистов. Очень бы хотелось получить от властей разрешение ездить по выделенке улицы Лежневская. Это бы очень сильно, скажем так, позволило бы нам быстрее подвозить пассажиров. И в том числе для пассажиров это бы стало намного, не намного дешевле, но быстрее и дешевле, поскольку бы этот маршрут сократился по времени и по расстоянию. Не спланированная диверсия против «желтых шашечек», а скорее дорожный ляп мэрии. И скоро его исправят. Действительно, на улице Лежневской было выявлено нарушение. Отсутствует знак 5.11 над проезжей частью. Сотрудниками госавтоинспекции выдано предписание на устранение данного нарушения в администрацию города Иваново. Вот, собственно, и все итоги таксомоторных реформ. Такси не стало безопаснее. И наоборот, как и предсказывали в 2011-м, большинство профессионалов покинули сферу. А большая часть таксистов – это гастарбайтеры, желающие подработать. Та самая лицензия не дает перевозчикам ничего, кроме налогового обременения. По слухам, совсем скоро грядет новая волна «желтого закона». Но это уже совсем другая история. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.